Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашему стремления, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливой сложится судьба, Пусть очищается пространство для лучшей жизни, Здесь и навсегда. 28 декабря. День Евлеферия. День назван честь мученика Евлеферия Кувикулярия. Он родом из Византии, И жизнь свою блистательно украсил светом благочестия. Однако его оклеветал собственный раб, Сказал, что господин принял крещение, Сорудил церковь и веру в распятого, Поносит царские указы, Совершает службы христианскому Богу, И постой со слезами и земными поклонами, Изнуряет свое тело. Царь, будучи не в состоянии совратить святого, Приказал отсечь ему голову мечом. Сегодняшний день народе называли Днем Трифона. Однажды Трифон услышал голос, который звал его с севера. Так он попал на Кольский полуостров, Стал жить около реки Печенга, Проповедуя Евангелие местным племенам. Потом построил храм и основал монастырь в честь святой Троицы. В этой же обители Трифон принял постриг. Через некоторое время Трифон становится игуменом этого монастыря. Среди народа Трифона почитают как покровителя моряков, И в случае опасности на море ему молятся. Погода сегодня была весьма морозная. Народи говорили, на Трифона и птица в лесу замерзает. День становился длиннее, И народ старался помочь солнцу справиться с зимней стужей. Для этого сегодня утром выносили на улице горячие угли и высыпали их на снег. Так отгоняли силы тьмы. Приметы. Если сегодня утром стоит мороз, А вечером наблюдается резкое потепление, Не стоит обольщаться, холода еще будут. Заря сопровождается красной радугой в небе к морозам. Синицы сегодня утром громко чирикают, Скоро наступят морозные дни. Кошка утром ищет теплое место к сильному морозу. Северный ветер дует сегодня, похолодает. Сегодняшний ветер разносит сухой снег, Это к засухе летом. Большие сугробы к теплому и прохладному лету. Если снег под ногами перестал скрипеть и заметно осел, Будет продолжительное потепление. Сейчас зима. Зима, холодное время года, И на прилавках появляются вот такие плоды. Они уже начинают появляться примерно в ноябре, в декабре. Что жир это такое? Называется она хурма. Помните, что зрелая хурма должна быть мягкой, Гладкой, блестящей, тонкой, полупрозрачной кожицы. И конечно же иметь сладкий вкус. Важно правильно выбрать спелую хурму. Для того, чтобы выбрать спелую хурму, Обратите внимание на насыщенный и яркий цвет. Он должен быть почти темно-красного цвета. Ну, как раз вот у нас и выходит, Что это где-то темно-красного цвета. Поверхность должна быть гладкая и блестящая, Без пятен и дефектов. Видите, вот эти вот дефекты. Это уже говорит о том, что вроде бы она и зрелая, Но не то. Такую хурму лучше не покупать. Сухие листья и плодоножка должны быть темного цвета. Вот как раз вот эти сухие листья. Слышите, они высохли. И темного цвета как раз. Помните, чем мягче боковая часть, Тем спелее и вкуснее хурма. Вот эта вот часть должна быть не твердой, А мягенькой. Когда она мягкая, Сейчас мы посмотрим, какая у нас самая мягкая хурма. Кстати, вот эта хурма как раз самая и мягенькая. Вот она как раз и поспела. О, как раз мягенькая. Продавливается. Видите? Считается, что чем более круглый плод, Тем он более слаще. Сорт Королек обычно он с более твердой и темно-оранжевой кожурой. Чтобы вы отличали, какой он. И в зависимости от сорта, Вес хурмы колеблется от 100 до 500 граммов. Чтобы вы знали. То есть, это примерно где-то граммов 150, А есть вот такие вот большие. Если вы купили незрелую хурму, То можно помочь ей дозреть. Для этого воспользуйтесь следующим. Положите плоды хурмы в один целлофановый пакет С яблоками, бананами или помидорами. Эти плоды выделяют газ, Этилин, который позволяет хурме быстро созреть. Либо воспользуйтесь следующим. Поддержите хурму в теплой воде. 30-40 градусов в течение 10-12 часов. И вяжущий вкус исчезает. Можете воспользоваться следующим приемом. Смочите иголку в спирте И наколите недозрелые ягоды хурмы. И они через какое-то время созреют. Кстати, если вяжущую хурму заморозит, Либо ее повялить или высушить, Она приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Выбрасывать ее не надо. Подержите в морозильнике, И она у вас приобретет то, что надо. Кстати, хранить хурму нужно очень бережно, Избегая повреждения поверхности плодов, Чтобы она не билась особенно. Как только она вдарилась, Вот это вот и начинаются, знаете, Вот такие вот пятна возникают. Это пятна возникает от ударов. Для недозрелых плодов Очень вредно перехлаждение. Поэтому не перехлаждайте незрелую хурму. Спелую хурму или ее мякоть Можно хранить в холодильнике несколько дней. А также заморозить впрок. Можно ее заморозить на полгода. Такой срок хранения замороженных ягод хурмы. И вы будете обеспечены полезными веществами Для организма на 3-6 месяцев. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется И для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, Там мандарин стоит, И наряженная елка Огоньками нас манит. И веселись, веселись, веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он по таргерам дает, Радость и любовь врачет. Это за Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Новый, Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сыр нежный, Наливай бакал с карди. Загадай свое желание И под звонку ром-попе. Ай! Реселись, веселись, веселись на кровь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова